Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! У нас, как вы уже поняли, сегодня мукбанг с роллами. Еще очень вкусная шаурма, рецепт на который я обязательно оставлю. Если я забуду, обязательно напомните мне. Напиток у нас в ЮСТИ. Сразу открою, потому что, как вы знаете, я обожаю попить. Роллы у меня остались со вчерашнего заказа. Но, несмотря на это, они очень вкусные. Вчера прям ночью снимала мукбанг. И у нас, к сожалению, ну, понятное дело, не доставляют, например, 8 штук, 10 штук. Надо обязательно брать сет. А мне для вчерашнего видео нужна была Филадельфия, но штук 8. Много роллов не нужно было. Мама вообще категорически не ест роллы. Бабушка тем более. Вообще. Вот, поэтому это все дело осталось. И сегодня пробуем. Сушеная рыбка. Очень вкусная. Вообще, очень тяжело спать. Просыпаешься утром и понимаешь, что у тебя в холодильнике лежат роллы. И ты понимаешь, что тебе надо дотянуть до видео. И на видео это все поесть. Для этого нужна прям сила воли конкретная. В том видео было немного АСМР. И мне, если честно, очень нравится вначале вот эта вся распаковка, как я готовлю, как я раскладываю. Если вам тоже нравится, обязательно дайте мне знать. Я буду всегда вам вначале снимать этот весь процесс. Мне это доставляет прям особый кайф. Я видела у японских, по-моему, или корейских мукбанкеров. У них мне нравится все. Единственный момент. Я люблю, когда в мукбанке именно присутствует разговор. Разговор на какую-то интересную тему. Просто есть. Для меня это уже неинтересно. Мне очень интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Как вам? Роллы просто обалденные. Они очень вкусные. Мне вчера прям поздно ночью их довезли, так скажем. Я сразу села снимать видео. У этого разваливается прям руками. Однажды нам на работу. Доставили суши просто вот так вот в состоянии каши. И нам сказали, что вы можете не платить за эти суши. То есть мы уже заплатили их, взяли. То есть в следующий раз мы вам привезем в нормальном состоянии. И уже бесплатно. Вот мы не стали уж заморачиваться по этому поводу. Всякое бывает. Заплатили. Сели. А потом то же самое. Опять. С этой же доставкой. Ну просто неприятно есть. Я люблю, когда эстетически это все выглядит аппетитно. Смотрится со стороны классно. Однажды у моего, можно сказать, коллеги, так скажем, было обручение. И он решил сделать что-то такое, знаете, сверхинтересное такое. Это давно еще было, когда я еще не работала на свою двоюродную брата. Обручение. Я не знаю, как по-русски. Это, наверное, помолвка. Ну, в общем, когда мужчина делает предложение, устраивает такое мероприятие. Не знаю, как по-русски это называется. И есть ли у русских вообще такие традиции. В общем, помолвка. Решили они как-то схитрить, можно так сказать. Да, сделать что-то необычное. Вместо этого огромного торта решили просто заказать суши-торт. Но не очень большой. И как вы думаете, как только торт закатили в зал, так сразу все на него накинулись. Это выглядело со стороны так прям смешно и ужасно. То есть, понятное дело, что все любят роллы. Ну, прям так палиться. Просто все гости моментально встали. Подошли со своими тарелками к этому торту. И начали вот так вот жадно класть себе на тарелки как можно больше самых вкусных роллов. То есть, не то, что из-за этого тортика с роллами там была драка. Ну, просто со стороны это выглядело очень некрасиво. И в основном на мероприятии была молодежь. Видимо, молодежь, которая действительно любит роллы. Он всегда нам говорил лучше обойтись без этого торта с роллами. Зато не видеть эту картинку. Ну, возможно, у него гости просто такие. Одно время мама говорила, что зачем каждый раз заказывать роллы, давай их готовить дома. Пошли в магазин, купили все, что нужно. И, блин, так дорого все это обходится. Одна красная рыба сколько стоит. Поэтому я предпочитаю их покупать. Первый вопрос, который задает Базыс Тоджика. Тоджика. Если я прочитала неправильно, извиняюсь. Айка, все мы ждем видео-влог с деревни. Помнишь, ты обещала, когда поедешь? Планировалось, что как только приедет папа, мы поедем в деревню. Но у нас такая погода в Азербайджане. У нас так холодно, как не было никогда. У нас даже вот снег выпал. В этот день, когда снег выпал, вообще ни один транспорт не работал. такси в Трир дорого едет. Ну, понятное дело, зимней резины ни у кого нету. Поэтому у нас все это дело отменилось. Решили не ехать. Папа вообще сказал, что заболеет еще. А у нас в деревне дом, там отопления нету. Топить нужно печку. Печка есть не в каждой комнате. В этом плане там условия как-то, ну, не особо сказать честно. Поэтому все это дело отменилось. Но мне бы очень хотелось показать вам там печку, все эти условия, ковры на стенах. Я думаю, что вам будет интересно. Мы так и планировали на самом деле. Поэтому я как бы вам обещала. Но погодные условия, вся эта суета совсем не получилась. И папа так ненадолго, где-то на месяц, он должен прилететь в мае. Вот в мае точно поедем. Хотя я боюсь что-то говорить точно. Вдруг опять не получится. Получится, что я балаболю. Мама рассказывает, что в деревне тоже раньше все соседи были как-то более общительными друг с другом, более сплоченными. Ходили друг к другу в гости. Общались. Сейчас как будто люди не то что озлоблены на всех. Каждый предпочитает все праздники отмечать со своей семьей. Никуда не выходить, ни с кем не общаться. Так же в городе. В городе уже давно так. Сосед на одной лестничной клетке друг друга не знают вообще. Следующий вопрос. Очень часто, кстати, в комментариях я... вопрос тоже про это. В комментариях пишут, что Айка сними хоть одно видео на азербайджанском или на резгинском. И дело не в том, что я просто не хочу выполнять. Дело в том, что есть настройки канала. И там в настройках указан русский язык. Я должна уже видео снимать на русском. Если вы замечаете, когда вы заходите в Азербайджане в YouTube, там написано YouTube АЗ или в России YouTube РУ. Поэтому я не могу одно видео на азербайджанском, другое видео, не знаю, там на резгинском снимать. А так, я думаю, конечно, это было бы интересно. Но, к сожалению, я не могу. Хотя я не могу сказать, что я прям так совершенно супер говорю на азербайджанском. Потому что этот язык я выучила 7 лет назад. И можно сказать, что последние 2 года я стала его знать хорошо. А до этого он так не особо. Лучок зеленая бомба. Как я выучила? Я не знала ни слова на азербайджанском. В деревне у меня была подруга детства, которая не знала ни слова по-русски, ни слова по-резгински. Она знала только азербайджанский язык. И вы знаете, это очень крутой способ выучить. какой-то ваш собеседник не знает другого языка. Вот если бы у меня были бы бабки, я просто, например, для своих детей наняла бы няню из-за границы. Чтобы она говорила только на английском. Очень круто. В короткие сроки можно выучить английский язык. У меня тоже самое было с азербайджанским языком. Я его очень быстро выучила. Я знала только два слова. Иди сюда и иди отсюда. На пальцах, на руках. Я все это объясняла. Я очень сильно жалею. Когда я поступала в универ, там была возможность учиться на азербайджанском языке, на русском языке и на английском. Я испугалась. Думаю, все экзамены не сдам на английском. Лучше выберу русский. Да, очень зря. девочки были, которые вообще ничего не знали. Один год у них был фундейшн. То есть, они изучали основы английского. А потом уже свободно говорили. Хочешь, не хочешь. каждый урок ты слышишь речь на английском языке. А у нас в универе была такая фишка. Без разницы, в каком секторе ты учишься, русский, английский или азербайджанский, ты имеешь право писать экзамен на том языке, на котором тебе удобно. У нас был парень, его девушка училась в азербайджанском секторе. И он всегда садился рядом с ней и писал. Все переписывал, как у нее на азербайджанском языке. И учителя говорили, ну ничего страшного. Я наелась. На этом все. Не забывайте подписываться на мой инстаграм и ставить лайки к этому видео. Всех люблю, целую. Пока.